Всем здорова! Относительно недавно представили результаты конкурса скинов для нового кейса «Грёзы и кошмары», который будет, скорее всего, добавлен уже в этом году. То есть в течение месяца мы уже получим новый кейс. Победители получили вместо 1 миллиона долларов 1 миллион 700 тысяч долларов. Насколько я знаю, Valve хотели взять всего 10 скинов от игроков и 7 нарисовать самим, но, видимо, Гейб подумал и решил, что нахуй оно всё мне это надо. Пусть рисуют все 17. Таким образом, весь кейс был нарисован игроками CSGO, которых, кстати, очень много из СНГ. Каждый победитель получил по 100 тысяч долларов. Valve пишет об этой ситуации. «Сейчас мы связываемся с победителями и будем общаться с ними в ближайшие недели, чтобы подготовить их предметы к выпуску в игре». А сейчас я вам расскажу, какие скины будут добавлены в кейс. Савидов Уиджа. Армейское качество. Уиджа – это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших с нанесёнными на неё буквами алфавита. Скорее всего, этот скин имеет статичный паттерн. Мне он не очень понравился. МАК-10 Пикси. Армейское качество. Пикси – это небольшие создания из английской мифологии. У данного скина светятся в темноте глаза, что очень круто. Статический паттерн имеет. КАР-20 Куриная борьба. Армейское качество. Неплохой скин. Главная его фишка – это то, что он имеет очень большое количество паттернов. П-2000 Полёт во сне. Армейское качество. Лично мне этот скин не очень понравился. Но главная его фишка – это, опять же, большое количество паттернов. Очень сильно изнашивается. МАК-7 Предсказатель. Армейское качество. На скине изображён какой-то кальмар или осьминог. Я, блядь, не биолог. В целом, скин выглядит очень прикольно. Кстати, скорее всего, у него статичный паттерн. МП-5СД Детский Некрономикон. Армейское качество. Очень, блядь, страшное название. Но, в целом, скин мне вообще, опять же, не понравился. Это довольно-таки какой-то обычный, не цепляет, что ли. Также, скорее всего, имеет статический паттерн. Фальф Севен Альфа и Омега. Последний скин из армейского качества. Скин выглядит очень красиво. Лично мне зашёл. Но, скорее всего, имеет также статический паттерн. Я бы его себе купил. И, внимание, М4А1С Бессонница. Запрещённое качество. М-ка, вроде как, неплохая. Выглядит довольно-таки красиво. Но имеет статический паттерн. Этот скин будет цениться в качестве закалённых бояр, как мне кажется. Потому что именно при этом качестве скин раскрывает себя. Появляются такие, знаете, более тёмные тона. Более... Скин становится как бы более красочным. Как это странно бы не звучало. XM10-14. Зомби наступление. Запрещённое качество. Этот скин очень похож на АВП лапки. Только вместо огромного количества котов нас будут радовать огромное количество зомби. Также скин имеет очень большое, огромное количество паттернов. У этого скина также будет несколько редких паттернов, на которых зомби будет изображён слизью на голове. Скин прикольный, но только в хорошем качестве. XPS билет в ад запрещённое качество. Очень крутой скин. Очень много мелких деталей. Если вам нравится дигл или МК поток информации, то это ваш выброс. Скорее всего имеет статичный паттерн. PP19 бизон космический кот. Запрещённое качество. Скин выглядит очень круто. Из-за того, что автор обыграл всё так, как будто отверстие на стволе — это глаза кота. Блядь. Да и в целом скин выглядит довольно-таки неплохо. Статический паттерн. Плётка Поляна Мечты зелёный. Запрещённое качество. Вообще не понравился данный скин. Какой-то он некрасивый, какой-то он странный. Блядь. Обычный зелёный скин вообще никак не цепляет. То есть статический паттерн имеет. FAMOS быстрые глаза. Засекреченное качество. На скине огромное количество глаз. Может быть кому-нибудь это понравится, но лично не мне. Мне этот скин вообще никак не зацепил. Dual Berets. Остерегайтесь. Сна. Запрещённое качество. Довольно-таки красивый скин. Яркий, красочный. Имеет статический паттерн. Но неизвестно, как будет вести себя при износе. Возможно, в качестве каком-нибудь закалённых боях он выглядит просто ужасно. MP7 Страх. Засекреченное. Очень офигенный скин. Лично я себе его куплю в инвентаре до 100%. Очень красивый рисунок. Также присутствует не менее красивый. VHS эффект. В произносе немного темнеет, но также выглядит красиво. Статичный паттерн. И внимание, последние скины. MP9 Звёздный Свет. Тайная. Сейчас все девочки начнут въезжать от этого скина, потому что на скине изображён единорог. И действительно скин выглядит очень круто, но в произносе немного темнеет, но не так страшно, чтобы его не покупать. Статичный паттерн. В произносе немного темнеет, но также выглядит довольно-таки неплохо. И то, зачем мы здесь собрались. Есть очередной тайный калаш. Напишите уже, сколько у нас калашей за последний год новых. АК-47 Пожелание на ночь. Перламутровый. Скин имеет такие тёмные ночные тона. Очень красивый скин. Выглядит не то, чтобы супер красиво, но довольно-таки неплохо. Также есть вариант, что он имеет статичный паттерн. И, внимание, возможно, на этом скине есть градиент. Если будет градиент, это будет офигенный калаш. Ну вот и всё. Мы рассмотрели все скины в данном кейсе. Напоминаю, эти скины очень скоро добавят в новый кейс Грёзы и Кошмары. Кстати, возможно, кейс будет чёрного цвета. Большое спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Виза. И вот эти скины. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok